Кто хочет жракать? Кто хочет жракать? Ледька! Ледька хочет жракать! Мы проснулись! Ура-ура! У нас сегодня выходной. Ночевала у нас няха-дуняха. Собака-барабака. Собака-барабака вела себя хорошо. Дала поспать. Дала поспать. Не будила. Почти. Чуть-чуть. Немножко будила и все. И сегодня у нас 29 марта. Вот он и. А вот и няха-дуняха. Так. Ну няха-дуняху и рано кормить. А барабаку надо стопудово. А чего у нас на улице? На улице у нас синицы. Во-первых. Во-вторых. Уду не сыпятся конфеты на пол. Еще не завтракал. Уже скитл стрескает. Гляньте сколько снега за ночь нападало. Просто ужас. Вчера насыпала синичком вот эти вот белые семечки с тыквы. Так они хорошо клюют. Привет Гуль. Всем привет вам тут. Зима-зима пришла. Тебе так удобно сидеть? Посмотрите как она сидит. Как будто на гитаре на ноге играет. Шикарно тебе, да? Да. Чей там нос вылез за дивана? Глади, ты что там делаешь? Выходи. Выходь. Ты что там делала, ну? Ты что там бандитничала? Бандитка ты такая. Сейчас буду жарить папе котлетки. Покупала в ленте вот такие овощные котлеты. Написано, что размораживать не обязательно. Можно обжарить с двух сторон. Я немножко слегка обжарю и доведу до готовности под крышечкой. Смотрю за синичками, издалека наблюдаю, приближаю. Потому что подхожу к окну, они меня побаиваются. Знаете, штук пять или шесть. Чехвост, чехвост торчит. Давайте выедайте семки. Потом еще насыплю. А вот как выглядят котлетки в сыром виде. Здесь их шесть штучек. Я приготовлю три, а три приготовлю на следующие выходные. Так, котлеточки готовы. Вот такие вот румяненькие под крышечкой. Долго были. Поэтому, я думаю, они внутри прожарились. Дуня плетет мне очередную малину. Пей чай. Вот ты батюшки. Батюшки сейчас такая маленькая. Да не ты батюшки, а вон батюшки. Батюшки такая. А Лена будет делать маникюр. Приготовила уже лак. Вот эти вот наклеечки на уголке ногтей. Играть с тобой надо. Коля с тобой только что играл. Коля с тобой играл. Тебе я буду? Давай. Иди. Так, Гласька. Мне некогда. Мне надо маникюр делать. Скоро пойдем к дедушке в гости. Коля сейчас в поликлинике придет. Поехал кровь сдавать. Ему сегодня кровь. А 31-го к врачу на прием. По поводу вот этих всех проблем с легкими. Голодный. Ничего не ест. Поехал, говорит, сейчас кровь сдам. Приеду поем. Картохи с огурчиками. Вы слышали? Вы слышали? Это ребенок. Так тихо. Тихо. Соседи что подумают. Итак, наши последние новости. Мы уже собираемся. Коля с нами. Поэтому поедем на Колиной машине. И поедем в гости к папульке. Чудо-юдо гладикит. Гладинолисти едет. Ах ты валябака такая. Барабака по улице гуляка. Гуляка тут как тут. О, встречают. Нас много к тебе сегодня. Видишь? Коля на пенсию. Ему скучно дома. Да. Привет пенсионера. Первый гиггей. А чё ты опять и душа... А, ну жарко, да? Опять смешную шапку свою одел. Какой укус. Кто там? А это я купила тебе... Вспомнишь почему купила? Чё? Ну это не сейчас. Понял в руслое? Что это? Видишь тюлька, да? Консерва тюлька. Они в школе оторвали букву Т. И приклеили Юльке. Впереди у меня сидела Юля. Ага. Юлька. И я вот так вот это затёрли. А там написано Юлька в томатном соусе была. И девчонки наклеили. И сзади наклеила, заходила Юлька в томатном соусе. А я увидела, думаю, куплю по голосованию. Я думаю, если я помню, так тем более помню. А я чё по телевизору смотрел про эту тюльку. Рыбаки какую-то рыбу ловят на неё на приманку. И они не заполнили. У Коли давление сейчас померили. Сто двадцать один на восемьдесят. Да ведь тебе в космос надо лететь. Давай там сейчас место освободилось. Американцев не берём. А, Коля в космос отправил. Да. А чё ты? Всю неделю, как будто в первый раз. Был отчёт по телевизору? Нет, то чтобы такого у тебя сто двадцать у тебя не было. Прям вот чисто. Су двадцать до восемьдесят практически. Мы же сейчас пишем, нам дали листочек и утром в обед... А что двенадцать почему? Заниже. У него часто бывает пониженная немножко. А высокого не было ни разу. Су сорок была самая высокая. Помнишь же Вику, которая Сашина племянница, Галя дочка? Она маленькая была. Она старшая в Андрюхе. Убежали. Две недели ещё там были они под бомбёжкой. Потом кто-то им помог. Убежали они в Москву с дочкой. В чём были? Ни вещей, ничего. Я с ней списалась. Собрала посылку. Отправлю там мне вещи и завтра, наверное, отправлю. Вот они сейчас с дочкой в Москве. А муж остался в рубежном. В рубежном связи нету. Что с ним? Ну, не знаю. Ну, живой был, по крайней мере. Тоже хотел. Сейчас только что покажу. А стреливают в рубежном? Ну, рубежном да, стреляют. У Виолетты дом разбомбили. Дочкину квартиру разбомбили. Дочка в Днепропетровске, по-моему, тоже уехала. Успела с ребёнка. Виолетта с мужем там остались. А квартира родительская, где я жила, рядом со мной, как там, не помню, Калинина. На Калинина на втором этаже эти МСУшники выбили двери. Там, ну, пристанище себе сделали. Ну, бардак навели и ушли. Ну, короче, дом у них разбитый. Квартира, ну, без дверей. И у дочки на то, что всё разбомбили. Сама она осталась в рубежном тоже. Ни связи, ничего сейчас там нету. И неизвестно, когда будет. Все там до сих пор бомбят. Вроде бы часть города под нашими, часть города под этими. Там просто эти наши не идут в атаку. Они сейчас, как бы, позиционные бои этими орудиями друг друга глушат. Они ждут, пока, видно, россияне помогут. Ну, там только вот это ЛНР, ДНР уже войска, да? Ну да, а там же надо-то самолеты, чтобы они точечные. Ну да, да, да. Ну, много, большое расстояние, много объектов, где применять надо это всё. У меня сегодня одна написала. Все эти восемь лет ваши россияне переодевались в украинцев и бомбили ДНР и ЛНР. Нормально? Вот у них так. Переодевались в нацистов и бомбили ДНР и ЛНР. Хотя все люди, которые там живут, знают, как это было и кто там ещё бомбил. Я просто, вот, здравствуй, дерево называется. Мозги засу. Засрали ещё как. Причём она не грубит. Кто хамит, грубит, я всех блокирую. А она не грубит, но она пишет. Я её не блокирую. Она не первый раз такой, блин, пишет в комментариях. Ну, пока не хамит, я её не блокирую. Пусть пишет свою точку зрения. Мне даже интересно почитать. Это так, это сейчас. Они не вперёд, не идут, не назад. Те стрельнут, те на них. Ну, друг в друга обстреливают, да. Потому что нет необходимости. А потом это прилетят самолёты. Да, если бы наши туда помогли, уже давно это всё закончилось. Наши сейчас другими делами занимаются. Под Киевом, под Харьковом, Чернигов, Сумы. Мариуполь уже почти там раскручили все. Да, они сейчас заселивают там. В Азовстале они, по-моему. В Азовстале. В Азовстале. Сегодня, Коля, слышал телевизор, кому-то принадлежит там, какому-то даробою. Вообще он говорит, он их всех проплатил. И семьи, и будущим поколениям уж. И хватит тебя. Ахметов. Да. Я слышала, я только сегодня его знала. Это его создание. Он их кормил, поел, платил. Почему их столько было в Мариуполе? Потому что его заводы, чтобы его заводы охраняли. А, охранять, чтобы его. Вот они все проплачены, там столько денег не получено. Я вчера слушал Степашинист такую наставку. Он говорит, это не война. Если бы это была война, говорит, за два дня ни Киева, ни Харькова, не осталось бы, ни Харькова, чтобы разбомбили бы Богу. Не, ну видишь, они в домах же, под мирным населением, и куда стрелять? Ну вот. Из-за чего? По какому же каналу Кадырова выступал? Зеленскому сказал, говорит, или выходи сам сдавайся, или я тебя найду. Ну его найдут все равно. Ну куда у нас можно деться, спрятаться? Ну идут. Как Троцкого нашли в Мексике, ядорубом зарубили. Долго его искали. Ну что, там у них такая идеология была. Допустим, мы сегодня слушаем. Кому было 17 лет, на Майдане там скакали, сейчас им уже по 25. И за эти 8 лет им так, ну... Естественно, они уже взрослые, им на взрослый ум это все вложили. Да, они заканчивали там училищ, в военных училищах, кругом. Ну вот про этого сегодня так и сказали, которого взяли 25 лет. А в октябре было в 17-14 году. Вот так они начали. Ну примерно так. Ты говоришь, ну он отрицает, конечно, сколько тебе платили, ничего не говорят. А все там платят, все. А это видео выложили. И опять тоже отрицают. Наших издевались, прям на видео выкладывали в интернет. Потом начали все удалять, а уже поздно, что оно по сети разошлось, как над нашими. И один там, Слава Украине, глаз ему ножом убил его. И в видео сеть выкладывают. Я открываю, я сразу закрываю. Я не могу просмотреть. Но они есть, они существуют. Как они просто издеваются над нашими пленными. Уже какие тупорылые, что уже даже в сеть все выкладывают. Выкладывают. А потом тот же Арестович, те же остальные, типа, с таким вот визуально, типа, не надо этого делать, потому что мы там противнику что-то... Он боится, понимает, что этого не надо. И обращается, что вы делаете? Типа, не выкладывает. Мы не жестокая нация, там что-то такое. Зачем вы это выкладываете? Просят их, не надо. Они будут выкладывать. И они от этого тащатся. Это не жестокая нация. Это бандеровцы. Деды бандеровцы, папы бандеровцы, прадеды бандеровцы. У них все бандеровцы. По ногам наши простреляли, чтобы на колени все попадали. Специально по ногам наших пленных расстреливали. И выкладывали все в сети. Ну, в Мариуполе там почти брать в плен не будут. Там все будут косить. Ну, на смысл там все они... Они сами себе уже приговорили. Кто хотел, тот сбежал. Бабские одежды переодевались. Там одного показывали. Вылазит в юбке в этих каблуках. Теклетка. Теклетка, теклетка. Короче, 19-го, да, последний день от работы мы с тобой смотрели? Апреля. Ну... И поедем туда. 20-го. На Пасху уже будем там, даже до Пасхи раньше. Ну, хорошо. Я как раз подстригусь. Вот. Я думала, как раз тебя перед отъездом я подстригу. Даже не во вторник. Я могу в воскресенье к тебе прийти, чтоб там несколько дней. Там посмотрим. Поздна. Подар там. А, ну все равно шпильку буду привозить. Я ж заранее. 20-е до вторник. 19-е понедельник. Ну, там разберемся. Да, разберемся. А, сегодня ночью, я думаю, ты не слышала? Так сильно царапать. Я думаю, она, что ли, отпустили ее в комнате, чтоб зашел в этом ящике эта черепаха. Черепаха ночью. Вот он стал сустрый такой. Представляешь? Он сустрит ужасно. Сейчас тоже уходить он вот так. Вот лапами хочет по этому. Тык-тык-тык вылезти. Головой крутит. Такой это потешный стал. Вчера так смешно было. Я же ехала с Ольгой. Собаку посадила сзади. Она всю дорогу подскуливала. Скулила, скулила. Думаю, может боится. Но Дуни нету. Не могу понять. Думаю, все, что нормально. Она меня знает. Ольгу высадила. И она сразу прыг и ко мне туда. Напереди сидеть. А я ее за шкирки посадила. Все. Скуление прекратилось. Легла и спокойно сидит. Вот ей, наверное, напереди ехать было. А так сидела скуремом. А ремень куда? Ремень куда? Ремень куда? Ремень куда? А куда ремень? Такая смешная. Она спрыгнула с этого. И голову между седушек высунула. И сидит. Ремень куда? Возьми меня. Ну что ты там делала? Ну и я грела. Ты все время выросла. Ну буквально недавно было. В ноги грела. Ну голодная. Каким навозом тебе посыпают дома? В смысле? Навозом посыпают? Мама покупает? Ну если овсом лениным, то нет. Если навозом, то тоже нет. Ну ты в упаковках кушаешь. Это ж навоз. Че? Навоз это. Это по магазинам. Расскажи дедушке, как твоя жизнь? Как свои ВПР? Что такое ВПР? В жизни. Проверочная работа они проходили. По одной. Всероссийские проверочные. Всероссийские проверочные работы. По одной она получила? Четыре пять, да? По другой пять. Теперь математика. Нет, по одной пять, а другой четыре. Да, нормально. За одну часть пять, а за одну четыре. Еще расскажи что-нибудь. Чем занимайся? А то такая, ура, к дедушке пойдем. Пришла и ушла в комнату. Ура. Ну, греет ноги. У меня ж такой грелки, думаю, нету. А там тепло. Ты включила грелку или у тебя нахуй? Деда мне. Да, у меня там на постоянном режиме. Ноги затолкал, включил и все. Ясно. Короче, ты ноги греет. Замерзла. Угу. Так а что ты, эту кофту мне наделал давно? Да нет, у меня кофта, у меня ноги замерзли. Не, но все равно, в одной футболке ты... Да, мне не холодно на футболке, у меня пуховик там плюс сто раз. Минус сто тебе надо. Расскажи про Федю, как Федя поживает. Растет. Растет. Как на дрожжах, да? Я вчера Дунику этот вопрос социологически устраивал. Дерешься с Федей? А? Или не дерешься? Не дерешься с Федей? Или он тебя глупит? Не дерешься? Это я его луплю. На полном Сереже. Вчера, что ты знаешь про войну на Украине? Она там все, что могла, она мне вспомнила. Ну так это. Сегодня утром... Что ты мне про Крым сказала? Тоже вчера не вспомнила. То, что сейчас говорят Крым Украины или Россия. Ну большинство из России. Да. То, что Крым Россия. А Крым это к кому относится? К России. Нет, ты мне сегодня по-другому сказала. А, Крым относится к крымчанам. Ну а что? Ну то есть независимая республика, да? Я вчера пытала. Ну значит что-то есть. Ну. Все это вдувает в голову. Да. А водопьяна знаешь в Крыму живет? Анатолий Алексеевич зовут. Только директора Крыма знают. Очень много подписчиков. Ну вот он директор. Он и есть директор. Водопьян. Ты его какого-то? Рыбак. Рыбак. Рыбак Ольга Васильевна. Водопьян. Тоже рыбачка. А там мы у них где отдыхали. В Крыму. А еще эти пишут, что все с Крыма бегут. Типа тоже хохлы пишут. Все с Крыма бегут, квартиры продают. А квартиры наоборот выросли в Крыму. Никто никуда не бежит. Все там сидят. Кто куда побежит? У них информации вообще нет. Но с Крыма бегут. У них информации вообще нет. Есть то, что им доносят. У них же есть интернет, что они не смотрят. А им наверное не нравится смотреть то, что им не нравится. Они смотрят то, что им нравится. То, что им втирают в мозги. Они думают, что они там в Крыму. Ну естественно. Короче, короче, все это включают, все в районе. Я говорю, как крымчане все радовались, что Крым это... А, я вчера разговаривали мы с Италией, с Анютой с сестрой. У них тоже там в Италии. Вот противоположной информации вообще нет. То, что у нас говорят, у них все говорят в обратку. То есть у них нет двойной информации. Только одна. Какая? Через день мы закрываем вентиль. Ага. Ну, цены на гор тоже возросли там. Ну, цены возросли, да. И как это... Как сегодня я что-то читала или слушала. У вас газ есть? Есть. А у вас рубли есть? Нет. Ну, тогда только посмотреть. То есть купить не получится. Только посмотреть. Да, с первого числа уже все. Все по-другому. Это сейчас они еще пока... Орут, что мы не будем за рубли платить. Ну, а где? А в чем будет? А Песков сказал, мы не занимаемся благотворителем. Естественно. Вентиль и так вот. Это наши шансы вообще не вводили никакие санкции. Вообще мы не вводили ничего абсолютно. Идем. Никаких санкций. Это просто они сами себя сейчас наказывают. Тем, что они сделали. Если рассеянностью санкции вводить в ответ на это вообще все забудут. Мы же область, зерно, газ. Мы вчера про зерно много, про одобрение рассказывали. О, одобрение еще. Собака. Они думают, вот, берем, взяли карту, открыли, посмотрели. О, страна какая. И закрыли. А нет, они смотрят, тут Москва. О, вот эта вся страна. Вот она страна. Девять часовых поясов.